Сейчас, глядя на этот дом, и не скажешь, что несколько месяцев назад он был объят пламенем. По словам пожарных, площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Людей эвакуировали из горящего дома по лестницам. Все жильцы остались живы, но несколько квартир и кровля выгорели полностью. Первый подъезд в большей степени пострадал в ходе тушения пожара от воды и пены. Намного серьезнее дела обстояли со вторым подъездом. После пожара ремонтировать очень сложно. То есть были нарушены конструкции, начиная с нижнего этажа. Прогорели полностью потолки между первым и вторым этажом. Прогорели потолки между вторым этажом и чердаком. То есть с первого этажа можно было спокойно просматривать небо. Сейчас уже небо не видно, а видны новые потолки и свежепостеленные полы. К работам приступили мы в октябре месяце. Там была в конце октября связана была, задержка была связана с экспертизой пожара совсем. Еще до момента утверждения сметы люди проголосовали за капитальный ремонт управляющих компаний. Было выделено из бюджета округа по программе 89 миллионов 800 тысяч рублей. По разработанным ведомостям и сметам, которые составлены совместно с представителями администрации, приступили к ремонту. Работники жилком сервиса полностью восстановили места общего пользования. Все покрасили и постелили новый линолеум. А также произвели черновую отделку в пострадавших от огня квартирах. А на жилых площадях, которые были залиты водой, ремонт пришлось сделать самим жителям. Затопило полностью все. Вы не видите, что все сделано. Люди постепенно обживают беспощадно испорченное пожаром и теперь восстановленное управляющей компанией жилье. Осталось еще три квартиры электропроводка. И в местах общего пользования установка вот этих энергосберегающих, чтобы вывезти их на электрощитовую, для того, чтобы можно было снимать места общего пользования, чтобы шли отдельно расчеты. И осталось два пожарных счета установить, два ящика. И все. Малярные работы сейчас завершены. На пределах двух недель мы должны закончить уже. За это время уберут и оставшийся строительный мусор с придомовой территории. И тогда уже ничто не будет напоминать жителям 23-го дома о пожаре. Надежда Кияшко, Александр Анфимов. Новости Губкинского.